Числовой ряд Фибоначчи Числовой ряд Фибоначчи имеет очень давнюю историю и такое же давнее применение. История его появления в том виде, в котором мы его сейчас знаем, началась в средневековой Европе в XII столетии. Именно тогда родился Фридрик II Штауфен, будущий король Германии и Сицилии, император Священной Римской империи и руководитель VI крестового похода. Фридрик II, будучи одним из самых образованных людей своего времени, вместо рыцарских турниров ввел при дворе математические состязания, раскрывшие миру талант человека, ставшего первым крупным математиком в Европе и, без сомнения, изменившим судьбу математики как науки в Европе. Этим человеком был сын пизанского купца Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Еще в юношеском возрасте, сопровождая отца в торговых поездках по Алжиру, Сирии, Византии и Египту, он изучал математику у арабских учителей. Именно благодаря Фибоначчи мы сейчас пользуемся арабскими цифрами и десятичной системой исчисления. О достижениях Фибоначчи в математике и его трактатах можно говорить очень долго, но нас особенно интересует одно из его исследований, описанных им в его знаменитой книге Абака и носящем теперь название «Числовой ряд Фибоначчи». Числовой ряд Фибоначчи представляет собой числовую последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Эту последовательность можно выразить вот этим уравнением, где это значение число из ряда Фибоначчи, это предыдущее число, а это число перед предыдущим. Числа Фибоначчи можно рассматривать и для отрицательных значений, но применительно к техническому анализу они нам не понадобятся. Последовательность Фибоначчи имеет очень интересные свойства. Если число из ряда Фибоначчи разделить на предыдущее, то мы получим число, стремящееся к значению 1,618. Отношение любого числа ряда Фибоначчи к следующему за ним стремится к значению 0,618. Отношение любого числа ряда Фибоначчи к следующему за ним через одно стремится к значению 0,382. И отношение любого числа ряда фибоначи к предыдущему через одно стремится к значению 2,618. Пожалуйста, отметьте для себя значения этих пропорций. В дальнейшем они нам понадобятся. Значение 1,618 в алгебре принято обозначать греческой буквой φ. Число φ было названо средневековым математиком Лукой Пачиоли «божественной пропорцией». В современном мире мы знаем его как «золотое сечение». Именно так назвал его Леонардо да Винчи. Почему же числовому ряду фибоначи придается такое значение? Почему же не одну сотню лет он будоражит умы и воображения ученых, художников, эзотериков, начиная с великого Леонардо и заканчивая современными программистами? Если мы внимательно посмотрим на окружающий мир, то нам во всей своей красе явится множество закономерностей, подчиненных божественной пропорции. Собственно, сам фибоначи только донес до европейцев эту числовую последовательность. Корни ее возникновения уходят в далекое прошлое нашей цивилизации. Доподлинно известно, что пропорции числового ряда фибоначи использовались людьми и в глубокой древности. Например, соотношение длин оснований пирамид в Гизе и Мексике к их высоте составляет 1,618. Также известно, что его использование практиковалось еще в Древней Индии в стихосложении. Кстати, многие стихотворения Пушкина имеют в своей метрике числа ряда фибоначи, поскольку эти числа создают крайне гармоничную художественную форму. Помимо хрестоматийных примеров чисел фибоначи в природе, например, расположение семян у подсолнечника, строение раковин моллюсков, существует множество интересных фактов нахождения этих чисел и пропорций в окружающем нас мире. Мы находим числа последовательности фибоначи в химических соединениях атомов, например, хлорофилл, в числах нейтронов и затопов, в толщине гумусового слоя нашей планеты, строении галактик. Эти примеры можно приводить до бесконечности. Последовательность фибоначи, однажды будучи донесенной до европейской науки, прочно встала на службу ученых. В XVIII веке немецкий астроном Тициус, применив в своих исследованиях ряд фибоначи, нашел закономерность между расстояниями планет Солнечной системы. Нарушение этой закономерности в расстояниях между Марсом и Юпитером послужило причиной открытия пояса астероидов, по одной из гипотез, бывшим когда-то планетой Фаэтон. В дальнейшем, при продолжении исследований по этому же принципу, был открыт Уран. Пропорция φ обнаруживается во всех пропорциях человеческого тела. Леонардо да Винчи исследовал и вычислил эту закономерность. Все мы знаем витрувианского человека да Винчи. Этот рисунок был сделан для иллюстрации книги античного римского архитектора Витрувия. Да Винчи писал, что этот рисунок был создан для изучения пропорций человеческого тела, как их описывал Витрувий. Собственно, да Винчи заново открыл математические пропорции человеческого тела. Например, если центром человеческого тела считать точку пупа, а расстояние от ступней до пупа принять за единицу измерения, то рост человека будет равносилен 1,618. Соотношение расстояния от кончика пальцев до запястья к расстоянию от кончиков пальцев до локтя равно 1 к 1,618. Этих пропорций множество, и мы не будем приводить их все. Нам достаточно просто убедиться, что наши тела тоже подчинены законам божественной пропорции. Разумеется, было невозможно, чтобы самые успешные трейдеры не обратили внимание на такой мощнейший инструмент, как числовой ряд Фибоначчи, для анализа поведения финансовых рынков. Существует несколько различных способов применения числового ряда Фибоначчи в техническом анализе. Первый способ – это нахождение важных разворотных периодов с помощью числового ряда Фибоначчи. Во все времена существования рынка постоянно предпринимались попытки спрогнозировать его поведение, используя числа Фибоначчи. В конце XIX столетия Самуэль Беннер выявил, что последовательное сложение периодов ценовых пиков на чугун приводит к цифрам последовательности Фибоначчи. В 30-х годах XX века Роберт Ри, изучая статистику биржевых цен за период с 1896 по 1932 годы, получил соотношение длительности бычьих и медвежьих периодов очень близкие к значению φ. Попробуем и мы провести свое мини-исследование российского рынка в этом ключе. Для примера возьмем график цены индекса РТС за 2009-2010 годы. Если посмотреть на цены через 3, 8 и 13 месяцев, это числа из ряда Фибоначчи, мы можем увидеть значительные ценовые пики. Разумеется, далеко не всегда можно провести объективный анализ рынка с помощью одних лишь чисел Фибоначчи, но все-таки не нужно игнорировать этот удивительный и интересный инструмент, дающий нам такой простор для творчества в анализе рынка. Второй способ – это временные периоды Фибоначчи. Для установления основных моментов динамики курса какого-либо торгового инструмента, например, разворот тренда, сильный импульс цены и т.п., можно использовать так называемые временные периоды Фибоначчи. Это ряд вертикальных линий, наносящихся на график цены. Расстояние между линиями – это сумма двух предшествующих расстояний, т.е. при их построении используется принцип числового ряда Фибоначчи. Как правило, первые три линии не учитываются в анализе. Для построения линий временных периодов Фибоначчи нужно на графике цены наметить какой-либо интересный для себя момент, например, минимум или максимум, и от него строить линии. Для того, чтобы построить их в торговом терминале КВИК, в панели инструментов нажимаем на иконку «Фибоначчи Таймзонс». И на графике цены щелкаем левой кнопкой мыши на интересующей нас точке. Для примера мы построили линии временных периодов Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале КВИК. Кружками мы отметили места хорошего сигнала индикатора, на них приходится смена направления тренда. Как можно заметить, временные периоды Фибоначчи не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом неплохо сигнализируют, а возможности их возникновения и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла. Третий способ – это уровни коррекции Фибоначчи – Фибоначчи Ретейсмент. Цена никогда не движется строго направленно вниз либо вверх. В рамках основной ценовой тенденции периодически возникают падения или взлеты цены, противоположные тренду, так называемые коррекции, противотрендовые движения. Это рост цены при медвежьем тренде, либо падение при бычьем. Естественно, нам крайне полезно знать, когда это произойдет. Очень популярным инструментом для выявления возможных точек возникновения корректирующего движения либо разворота тренда являются уровни коррекции Фибоначчи. Для их построения нам потребуется одна из уже известных нам пропорций – 0,382. Было замечено, что коррекция тренда составляет примерно 0,382 от длины тренда. Однако надо иметь в виду, что данное свойство характерно для сильного трендового движения. Для среднего трендового движения эта пропорция составляет примерно 0,5, а для слабого – 0,618. Если принять длину тренда за 100%, то линии коррекции строятся на уровне 23,6, 38,2, 50 и 61,8%. Наиболее важными из них являются уровни 38,2% – уровень первой коррекции, и 61,8% – уровень второй коррекции. При приближении цены к ним с большой долей вероятности можно ожидать начала корректирующего движения, а при преодолении линии 61,8% возможен разворот тренда. Для построения уровня Фибоначчи в торговом терминале КВИК нужно выбрать в панели управления иконку «Фибоначчи – Ретейсмент». На этом рисунке мы построили уровни коррекции Фибоначчи на графике цены фьючерсы индекса РТС в торговом терминале КВИК. Для этого мы провели диагональ от точки локального минимума до точки локального максимума за предшествующий период. Если тренд медвежий, то мы проводим линию от максимума к минимуму. И у нас выстроилась горизонтальная шкала с пунктирными линиями на отметках 23,6, 38,2, 50 и 61,8%. Зелеными кружками мы отметили места хорошего сигнала-индикатора. При соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения. Уровни коррекции Фибоначчи можно рассматривать и как линии поддержки и сопротивления. Как мы видим, уровень, ограничивающий движение цены вверх, становится уровнем сопротивления, а уровень, ограничивающий движение цены вниз – уровнем поддержки. Четвертый способ применения чисел Фибоначчи в техническом анализе – это построение дуг Фибоначчи. Так же, как и уровни коррекции, они сигнализируют нам о потенциальной точке, в которой вероятна коррекция тренда, либо изменение его направления, вычисляясь за их радиус путем умножения величины предыдущего роста или спада цены на коэффициенты Фибоначчи. Получаются дуги на расстоянии 38,2, 50 и 61,8% от общей длины отрезка. За центр дуги мы берем точку важного максимума или минимума и соединяем их диагональю. Для построения дуг Фибоначчи в торговом терминале КВИК нужно выбрать в панели управления иконку «Фибоначчи-Арк». Когда график цены достигает дуги Фибоначчи, высока вероятность коррекции или изменения направления тренда. С зелеными кружками на графике мы отметили места хорошего сигнала-индикатора. При соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения. Точно так же, как и уровни коррекции, дуги в зависимости от своего расположения будут уровнями поддержки и сопротивления. Пятый способ – это построение верных и скоростных линий. Выше мы рассмотрели возможность определения уровней, на которых могут начаться важные ценовые движения. Но нас, естественно, интересует и возможность получить информацию о времени возникновения таких движений. В этом нам помогут верные и скоростные линии. Они строятся по тому же принципу, что и дуги, и в их построении заложены те же коэффициенты Фибоначчи. Скоростные линии, помимо того, что являются простейшими прогнозными линиями поддержки и сопротивления, также помогают измерять силу тренда. Для построения скоростных линий в торговом терминале КВИК нужно выбрать в панели управления иконку «Скоростные линии». Чтобы построить скоростные линии при бычьем тренде, нам необходимо провести линию от локального минимума к локальному максимуму. При медвежьем тренде, соответственно, наоборот. При пробитии первой скоростной линии, соответствующей 62%, вероятно ослабление основного тренда. При этом линия 62% становится линией сопротивления, а линия 38% – линией поддержки. После пробития линии 38% вероятен разворот тренда. Для построения веерных линий воспользуемся тем же принципом, что и для построения скоростных линий, проведя линию от локального минимума к локальному максимуму при бычьем тренде. Ну, либо от локального максимума к локальному минимуму при медвежьем тренде. В торговом терминале КВИК нужно выбрать в панели управления иконку Fibonacci Fan. Так же, как и скоростные линии, веерные лучи являются линиями сопротивления и поддержки. Так же веерные лучи помогают определить возможную смену тренда. После пробития ценой третьей линии высока вероятность изменения тренда. Отличие веерных лучей от скоростных линий в том, что при построении скоростных линий используются пропорции 1 треть и 2 трети, что лишь приближенно относится к пропорциям Fibonacci. А при построении веерных лучей пропорции Fibonacci соблюдаются точно. Как и другие базовые аналитические методики, временные линии, уровни коррекции, дуги, веерные и скоростные линии не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом неплохо сигнализируют о возможности их возникновения и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла. Для более точного определения возможной точки возникновения корректирующего движения можно построить несколько уровней коррекции, например, линии и дуги. Тогда их совмещение может указать на место более вероятного расположения такой точки. Шестой способ – это использование чисел Fibonacci при определении порядка скользящих средних. В главе тренда и цикла мы рассматривали, что такое скользящее среднее. Как мы помним, это средняя цена за определенный период времени, то есть сумма цен за n периодов, поделенная на n. Как показывает практика, наиболее точные сигналы дают скользящие средние, при вычислении которых в качестве n берутся числа Fibonacci. Седьмой способ применения числового ряда Fibonacci в техническом анализе – это использование коэффициентов Fibonacci в волновой теории Эллиотта. Волновая теория направлена на выявление поведенческих моделей толпы людей, что может помочь предсказывать будущие изменения цены на бирже с более высокой вероятностью. Графическим представлением волновой теории является волновая диаграмма. В ней направленные ценовые движения называются волнами, а соотношение волн внутри волновой диаграммы задается коэффициентами из числового ряда Fibonacci. Это уже знакомый нам коэффициент золотого сечения или же 62%. Кстати, именно Эллиот первым стал использовать числовой ряд Fibonacci в техническом анализе в 30-х годах прошлого века. В соответствии с психологической особенностью поведения толпы людей, движения цен раскладываются на 5 волн в направлении основного тренда и 3 волн в обратном направлении. Волновой теории Эллиотта будет посвящена целая глава, в которой вы подробно с ней ознакомитесь. Описанные выше инструменты, как и другие методы технического анализа, эффективны в применении в комплексе с другими индикаторами и осцилляторами, а также в качестве элемента торговой системы.